В столице в районе лесозавода откроют новую школу. Построить учебное заведение поручил президент. Касым Жмар-Токаев проехал по Нур-Султану, посмотрел, как развиваются окраины и посетил несколько социальных объектов. Аким Алтай-Кульгинов представил главе государства комплексный план по развитию столицы. Подробности у Ирины Панфиловой. Центр поддержки института семьи Жануя открыли этим летом. Сегодня президента ознакомили с деятельностью организации. Работает учреждением по принципу одного окна. Семьям оказывают юридические, психологические и социальные услуги. А также дают консультации по различным вопросам. На сегодняшний день за поддержкой сюда обратились 5000 человек. Я поддерживаю вашу инициативу. Благодарю за начатую работу. Конечно, это только начало работы. Еще впереди очень-очень много дел. Но, как говорится, первый шаг всегда очень важен. Что касается государства, в частности Акимата, то поддержка будет оказываться. У вас есть свое здание. Работайте, держайте. В нашей стране людям, которые хотят работать и ищут дорогу к успеху, они эту дорогу всегда найдут. Дорогу на земле будущей. Создавать подобные центры нужно во всех регионах Казахстана, отметил Касамжумар Тукаев. Здесь же глава государства пообщался с участницами проекта «Касапкерана». В рамках программы «За предпринимательство» получили 200 женщин. В этом проекте дают очень много интересного. То есть это то направление, которое любишь ты именно, а не выбор, направленный кем-то. И параллельно с этим ты находишься дома. На данном этапе я обучаюсь, но в дальнейшем я думаю, что я открою свой бизнес. Есть желание, но нет условий. Пожаловались сегодня президенты учителя одной из школ, расположенных на окраине столицы. В ней обучаются 834 ребенка, при том, что она рассчитана всего на 335. Хочется, чтобы действительно в нашей школе, в нашей окраине дети имели все. Могли заниматься спортом достойно, музыкой. Различно, чтобы кружки были. Мы хотим работать, но у нас нет возможности, потому что у нас нет помещений. Я знаю эту проблему, поэтому вот сегодня я уже дал поручение построить здесь в кратчайшие сроки новую школу. Учителя сможете увидеть эту новую школу и поработать в ней. Дефицит ученических мест для столицы проблема актуальная. В городе 8 школ, где обучаются в 3 смены. Для решения вопроса необходимо ежегодно строить по 12 новых учебных организаций. Об этом главе государства доложил Алтай Кульгинов. В этом году в эксплуатацию введено 6 новых учебных заведений на 5000 мест. Еще 12 на 10 тысяч школьников откроем в 2020 году. Аким Нурсултана рассказал, как реализует поручение президента данные на совещании по развитию столицы. Напомню, 8 октября глава государства озвучил основные направления, по которым чиновникам нужно работать для того, чтобы главный город страны был комфортным и уютным. Для каждого, кто здесь живет и приезжает в гости. По поручению Касымжумарта-Тукаева в городе начали строить 4 новых спортивных объекта. Рассказал Алтай Кульгинов и о том, как развивают окраины, где проживает четверть населения столицы. Мы разработали комплексный план по развитию жилых пригородных массивов столицы на ближайшие 3 года. В общей сложности нам нужно 149 миллиардов тенге. Деньги пойдут на строительство социальных объектов и административных зданий, дорожных и инженерных сетей, а также на благоустройство. Президент также посетил одну из производственных компаний. Предприятие занимается сборкой и поставкой профессионального швейного оборудования. Кроме того, на фабрике выпускают спецодежду, производят бытовые и технические изделия. Это стопроцентный отечественный продукт. Сегодня на предприятии работают 460 человек. 45 из них относятся к социально уязвимым слоям населения. Касым Жумар-Тукаев отметил важность труда специалистов этой отрасли для всей страны. Я с удовольствием посмотрел вашу фабрику. Доволен. Действительно, это нужное передовое производство. Оборудование здесь хорошее, социально ответственное предприятие. И самое главное, здесь работают такие прекрасные люди, такие красивые женщины, как вы. Президент высоко оценил качество продукции, которое востребовано на рынке. Особый акцент глава государства сделал на экспортных возможностях компании. Ирина Панфилова при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар-24. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...